Но говоря о детстве, я сразу вспоминаю слова Тарковского о том, что то, что детство оказывает наибольшее влияние на творчество художника, является мифом. То есть это мнение на самом деле навязано людям. Я не знаю, насколько это правда, но в моем случае, конечно же, детство указало большое влияние на мое становление тем, кем я являюсь. Потому что были моменты, которые очень не зависели от политической ситуации в стране. То есть приходилось иногда бежать куда-то. Поэтому впечатлений, конечно, очень много. И их так же, как и плохих, столько же и хороших. То есть я не смею жаловаться на что-то ужасное. А кем вы хотели стать? Ну, вот в самом детстве я просто повторяла за мамой. Она медицинский работник. Я думала, что пойду в медицину. Потом это перетекло в юношеский максимализм, когда я говорила о том, что если я боюсь крови, то я пойду на пластического хирурга. Чтобы побороть страх. Потом я перестала хотеть что-то доказывать. И начала увлекаться писательством. Я приносила учительнице по литературе свои первые рассказы. Она сказала, что мой слог похож на слог Достоевского. То есть я любила замудренные предложения, усложняла все. В принципе, усложнение всего является моей неотъемлемой, наверное, и мешающей частью. Вот. И, естественно, из-за писательства я думала стать журналистом. Достаточно долгое время. Ну и как-то случайно начала рисовать. Совершенно случайно это упало на мою голову. То есть романтики здесь никакой нет. К сожалению, никакого вдохновения тоже не было. Это просто упало на меня. Почему вот именно первый заработок, который вот, есть такое чувство того, что ты вот это заслужила, это мои личные деньги даже, и мало, многое от этого не зависит, так? И вы решили их отдать? Ну, наверное, прежде всего стоит отметить то, что мне эти деньги не были нужны. То есть мне хватает той одежды, которая у меня есть, и с питанием все нормально. В общем-то, аппетита особо нет. То есть я не жадный человек абсолютно. Ну и, может быть, все-таки на первом месте было мое желание сделать еще больше, чем я могу. То есть, допустим, если при подготовке к выставке для экспозиции нужно было добавить одну большую работу, я сделала три больших работы за пару недель, и этого мне было мало, хотя я сделала больше, чем кто-либо от меня ожидал. Это, наверное, все-таки снова связано с желанием оправдывать свое существование. То есть мне постоянно хочется знать, что я живу не просто так. Для меня очень важно что-то делать. Я страдаю, когда день оказывается безрезультатным, и у меня вообще какое-то маниакальное желание работать. Каждый день я просыпаюсь с мыслью о том, что я должна, и я прежде всего хочу. Даже это «хочу» стоит на первом месте, нежели должна, потому что все-таки загонять себя не стоит. Ну и почему бы и нет, если есть такой естественный порыв работать? Почему бы и нет? Правда, я боюсь стать сумасшедшей кошатницей в будущем. Вот, ну понимаете, то, что ты отдаешь деньги, это, ну у нас, у многих это не связано с теми, сколько у них денег. Правильно? Это некоторым им много не хватает, они не хотят делиться. Или, допустим, ну вот, это же не только из-за того, что вы сейчас в средствах не нуждаетесь. Это ваши первые деньги. Ну и в любом случае хочется, наверное, их сохранить или там что-то с ними сделать. Я сейчас умолчала про мои, ну, истинные побуждения в виде доброты и все такое, потому что, когда говоришь людям, что ты хотела сделать доброе, тебя закидывают камнями, как я поняла уже, и говорят, что ты просто пиаришься. То есть, я просто перестала уже об этом говорить. До людей бессмысленно достукиваться. Те люди, которые готовы что-то воспринимать, они воспримут. А люди из ряда диванных экспертов не заслуживают моего времени совершенно. Я с большим уважением отношусь к своему времени. И, кстати, вот до времени я очень жадный человек. Мне кажется, катастрофически маленьким сроком те 80 лет, которые нам отведены, у меня столько планов, что я просто схожу с ума. У вас есть какая-нибудь любимая картина, которую нарисовали именно вы? Бывают некоторые картины, рисуешь, и их легче отдать или что-то с ними сделать, а одну вот прям, ну, не хочется на ваше любимое. У меня, к сожалению, такая болезненная привязанность к любой из моих картин. Мне тяжело расставаться с любой из них. Но я бы сказала, что предпочтение я отдаю тем картинам, которые больше нравятся моим родителям. Это, скорее всего, из последних картин под названием «Объятие». Ее обожает мой папа, и, наверное, поэтому у меня к ней самые большие чувства, потому что во время всего процесса я всегда думаю о реакции родителей. Для меня она очень важна. Их мнение для меня имеет наибольший авторитет, наверное, из-за желания их порадовать. И почему-то я постоянно чувствую себя очень оправдывающейся. То есть мне постоянно хочется показать им, что я заслужила жизнь. Это на самом деле просто может звучит, но чувства достаточно тяжелые. Это на самом деле все. Продолжение следует...